Виталий Казунов Какие больше всего впечатлили на E3? Ну, скажем так, по впечатлениям Именно впечатлением Впечатлило действительно как бы, как ни странно Хорайзен, ну в плане, что что-то новенькое Именно по картинке Ну это несомненно, да Именно что вот впечатление хорошее По демонстрации, очень понравилась демонстрация Just Cause Потому что она была, как ни странно, очень подробной Ну, сразу было понятно, что за игра Что от нее ждать В общем, чего хотелось, того Это я и получил, собственно И главное, захотелось поиграть, да? Ну, я люблю такие песочные, где можно, в принципе, отдохнуть Иногда там, поразвлекаться, скажем так Ну, учитывая, что в игре Она всегда была достаточно ненапряжной То есть такой развлекательной То, собственно, очень хорошо скоро Они их, скажем так, показали подробно А вот последнее Я как-то все думал Ну, как бы, да, демонстрация Uncharted Классная, но она, скажем так, ожидаемо Классная Ну, то есть Никто вроде и не сомневался Они как бы уже давно не подводились, скажем так Поэтому как-то, наверное, скажу, что Блин, даже Ну, как бы, вот самое интересное Что больше всего, собственно, хочется поиграть Сейчас, собственно, в For Honor Потому что, опять же, показывали Показывали игру Я уже смотрел просто ролики именно с E3 Как играют Показывали режимы мультиплеерные То есть, ну, и вроде как играется классно Действительно интересно С тактикой С перемещением по карте грамотным И так далее Знаешь, это даже если вы сравниваете Дело в том, что не так много, в принципе, игр, где можно махать мечом Сейчас особенно Ну, мне в голову приходит вот Dark Souls Ну, вот эта серия, да То есть, где именно вот противостояние PvP имеется в виду, да? Противостояние рыцарь против рыцаря Но здесь прямо чувствуется вот сила удара Сила вот этих вот рыцарей в огромных доспехах Со щитами и с мечами Прямо как этот клинок входит, врубается в тело А потом выдергивается так с тяжестью Как мне сказал мой друг Говорит, он тоже обсуждали с теми демонстрации Он говорит Ты знаешь, разве это не мечта, чтобы викинг сражался с самурайом? Разве это не детская мечта какая-то? Чтобы вот посмотреть, кто выиграет Кто круче? Тяжеловесный рыцарь или там амазонка с копьем? Ну, да Тут можно согласиться Собственно Подожди, подожди, подожди А разве серия Soul Calibur не про это? Ну, Soul Calibur это файтинг, это руки Это как бы Ну, то есть Ну, а здесь более реалистично Да, тут как бы именно Конкретно будут какие-то именно классы, я так понимаю То есть Ну, то есть вот этот класс, там рыцарь, либо самурай Не отличаются очень сильно параметры Согласен, очень хорошая, впечатляющая демонстрация Миша Да? А тебе что понравилось? Ну, мне понравилось, во-первых, Ханчарта 4 Потому что это действительно, я ожидал, что это будет хорошо Но это оказалось именно неприлично хорошо Таких ощущений со времен Ведьмака не было Но я думал, что в этом году у меня их уже не будет Но чудо мне их подавило, за что им, в принципе, большое спасибо Мне особенно реализация грязи понравилась Я очень, я еще видел скриншоты, где Дрейкова волочится за машиной, да, по грязи И мне понравилось, что он весь такой перемазан И за ним такой след остается Прям мечта Ну, прикольно, в принципе, но чудо всегда деталям внимания уделяла В этот раз не подвела Вот, понравилась демонстрация дума нового Дума, да Это, в принципе, очень такой хороший сюрприз стал Все правильно Большие арены Куча монстров разнообразных Адский брутал Эффектное добивание Не особо затянутое Ну, вот, очень хорошо Кровь в кишки расколбасила Все как надо В принципе, сейчас таких проектов практически нет Вот, это понравилось Ну, и с третьего Конечно, был приятно удивлен анонсом нового Саус Парка Но пока очень мало известно Достаточно левая студия разрабатывает Вот, посмотрим Так, Карель, ты же сам говорил, что тебе, в общем-то, все равно кто разрабатывает Главное, что шутки Ну, если говорить именно об играх, которые меня впечатлили То я третьим бы называл не Саус Парк, а Капхед Вот эту вот адскую платформеру в стиле 16-битных тыгр Только в смысле В стиле с точки зрения механики А с точки зрения визуальной части В стиле вот этих диснеевских мультиков Отличный такой трэш-угар И садамия Вот, все как надо В принципе, вот из таких из разряда Проняло Так, ну, а я со своей стороны Ну, наверное, у меня более такие простые, да, эмоции Потому что вы какие-то совсем Я, честно говоря, ожидал, что вы будете другие имена называть Думал, почему-то попопулярнее Ну, вот, а я так тупо Да, мне понравился Doom Очень понравился Ну, потому что мне, в принципе, компьютерные игры Мне начали нравиться Именно из-за того, что на них появился Doom Первый Потом второй, да, потом вот Quake То есть именно мясные быстрые шутеры Собственно говоря, с этого моя любовь началась Но в последнее время, да, что-то очень мало мне было в подобное играть То есть практически никто и не предлагал Вот Кульфенштайн последний более-менее Но там перекос немножко в другую сторону Ну, а здесь вот этот Doom Именно то, что нужно Снова Strafe Снова чистый напор Снова адреналин Вот, и снова демоны И против двустволки Отлично, я такое дело люблю Ну, и плюс, что мне понравилось Возвращение опять очень технологичного Очень быстрого мультиплеера С большими прыжками Это первое Второе Мне понравился Halo 5 Понравился за то, что это продуманная компания За четверых человек Компания неожиданно Неожиданно, в смысле, развивается, да Сначала, то есть здесь охотник-жертва Идет такая вот концепция Один отряд убегает Второй догоняет Разные герои, соответственно Во что это выглядит, интересно Плюс четыре героя в отряде У каждого своя роль То есть это не просто четыре моба Безымянных и безликих Нет, у каждого своя роль У каждого озвучен отличным актером Мне это тоже нравится Во-третьих, они придумали Очень хороший мультиплеерный мод Warzone Где скрестили концепцию Мини-песочницы С мультиплеером и стратегией То есть команды Большие 12 на 12 человек Сражаются на очень большой карте Вышибают оттуда инопланетян Захватывают здания За очки покупают оружие и технику И воюют друг с другом Очень, в принципе, мне вот именно масштаб понравился То есть это не просто-таки возня на маленькой карте Это именно что-то такое глобальное И плюс чувствуется, что вокруг тебя куча народу Ну, возможно, для других игр, типа Battlefield Да, там 12 на 12 это детский лепет Ну, здесь вот именно Когда с техникой Плюс инопланетяне под ногами тусуются Все очень неплохо В принципе, это правильный Титанфол Если так вот Внимание обратил потом Что это, в принципе, правильная концепция Титанфола То есть если в Титанфоле Эти вот муравьи под ногами Они больше путались и мешались То здесь В присутствии инопланетяна Оно здорово Добавляет, разбавляет атмосферу И третья игра Демонстрацию, которую я увидел И которая мне чрезвычайно понравилась И с которой, собственно, мы сейчас продолжим Это Deus Ex Mankind Divided Нам показали 25-минутную демонстрацию игрового процесса И мне импонирует то, что разработчики поняли Свою главную ошибку в предыдущей части Отличная игра была сама по себе Но именно как стелс Как ролевая игра Как боевик была так себе То есть именно перестрелки там были реализованы Довольно-таки скучно Сейчас я увидел, что они больше Так вот посмотрели, я так понимаю Наигрались в Дисхонор То есть именно все вот эти фишки С быстрым перемещением главного героя Очень агрессивные перестрелки Очень много способностей По, скажем так, замедлению цели Чтобы ее последующего уничтожения Очень быстрые маневры идут По всей карте Ну и плюс очень красивая игра Кому тоже очень понравилась Deus Ex это как бы Это демонстрация Не черта того, что показывали На конференции Да Как бы Но мне вообще понравилось Что мне как-то Ну в Deus Ex первом Не знаю, может я Небольшой просто фанат стелса В целом Но мне было очень иногда Неудобно упивать Постоянно именно оглушать Находить Особенно там именно Когда много целей Совсем там Иногда было действительно проще Взять и как бы Быстренько всех расстрелять А тут появились действительно Такие способности Которые тебе позволяют Быстро и в принципе Без проблем именно оглушать цели Устранять их там То есть Ну не убивая при этом И как бы опять же Передвижение За то, что он так научился Преодолевать какие-то Очень особенно Высоко прыгать То есть Сразу показалось Что они как бы Подтянули дизайн уровня Очень сильно Теперь это еще и Высоту уровня растут Так нормально вроде Ну судя по демонстрации По крайней мере Там вот на этом складе Где он там На этой базе пытался Там он так нормально Так посмотрел Там есть и те пути Которые даже ну То есть в демонстрации Не показывались Видно, что можно было Обходить еще и по-другому Нет, так естественно Я очень надеюсь Что вот эту локацию Которую они показали Где он прошел с гранатами Со стрельбой Можно пройти Тихенько Сворачивая осторожно Или просто высыпляет Один момент Меня смутил Как бы Ну не то что смутил А в смысле Не понимаю почему Не показали именно Эту систему диалоговую То есть вроде как бы Гулос за кадром Диктор говорит Что можно будет Как бы там То есть убеждать Выбирать Но в итоге Как бы тебе просто Показывают диалог Сценку Где никакого выбора нет То есть Ну я как бы Не понял этого Просто момента Зачем было тогда Показывать Он там его как бы Уговаривает Уговаривает Ну как бы А где собственно Типичный выбор Для ролевых игр Ну да Так бы Диктор говорит Что все будет Но вот сейчас нету Не придумали еще Мне еще импонирует То что они Очень хорошо проработали Окружающий мир То есть он уже Не ощущается Такими вот Статичными декорациями Если вот В предыдущей части Да Ты выходишь на улицу города А там стоят Прибитые люди Которые в общем-то Ничего не делают Да Просто стоят И иногда там Пару реплик Воздух бросят И все То здесь именно Выходишь Вау Куча народа А эти полиции Обыскивают всех Народом Чем-то занимается То есть именно Сценки идут И ты ощущаешь Себя частью этого мира Не знаю Насколько это будет То есть Насколько он линейный Девус Экс То есть Насколько Что как бы Как хорошо написал Наш читатель Говорит На этом вокзале Людей больше было Чем за всю игру Девус Экс Предыдущую Это да Это точно Поэтому Как бы да Не Подросли ребята Значительно Именно в плане Оформления Дизайна Окружения То есть Сразу видно Теперь Что это город Что это как бы То есть Более Все воспринимается Лучше Ну и плюс Мне еще Графика понравилась Если в предыдущей части Она была просто такая Коричнево-золотистая Ну она еще и без циталии была Такая Да Вот А здесь они все здорово Подтянули Так что и выглядит Супер И дизайн Очень необычный Это именно такой Такой мрачно-киберпанковский Когда из электроники Люди начинают Создавать Всякие странные Ну как это Произведением искусства Не называют Да Ну там Спаивать телевизоры Чтоб они там Какую-то форму изобретали Или там Неоновые лампы Которые тоже выстраиваются В причудливые Какие-то Штучки Вот Мне понравилось Что они ускорили Происхождение Прохождение Передвижение Хорошо Что добавили Вменяемые перестрелки Это правильно Вертикальная часть Геймплея Тоже неплохо Хотелось бы Чтобы еще Может показали Разговоры В том числе Они На выставке Square Enix Говорила Что в игре Будет разветвление Однако Этого пока не видно В общем-то все Ну да То есть В предыдущих демонстрациях Они именно делали упор Не конкретно Эта игра И предыдущего Deus Ex Они делали упор Именно на Прохождение По-разному Вот здесь Они просто показали Один маршрут Ну В принципе В принципе Я доволен Неплохо В целом Я доволен Тем Что я увидел А еще Это Хотелось бы сказать Что единственное Что порадовало Действительно Что музыка Осталась на месте Супер Музыка вообще Божественная Мне очень нравилось Все еще Это такой Тревожный Такой Эпик Играет На заднем плане У меня Саундтрек Deus Ex Human Revolution Очень долго Не вылазил Из плеера Он такой Очень душевный Что касается Другой игры Которая Принадлежит Вроде бы К похожему Жанру Да То есть Стелсу На И3 нам Показали Metal Gear Solid 3 Metal Gear Solid 5 Phantom Pain В общем Боль Да То есть Я смотрел На эту Презентацию И никак Не мог понять Что же Мне показывают Такой Тормознутый Far Cry Или Какой-то Хитропопый Minecraft Простите Потому что Очень много Было Из того Из другого То есть Открытый мир Базы Много Таких Маленьких Баз На эти Базы Ты приходишь Выполняешь Какое-нибудь Одноклеточное Задание Нам Показали Две Миссии Там Одно Нужно Было Устранить Цель На другой Спасти Цель Итог В общем-то Одинаковый То есть Ты подходишь И глушаешь И воздушным Шариком Отправляешь В стратосферу И там Надеюсь Что потом Все это Попадает Тебе На базу Попа Воруешь Технику Воруешь Турели Воруешь Все что Не попадя Музыку Складываешь Себе В карманы Бесконечные Что касается Metal Gear Меня больше всего Расстроило Именно Даже Не количество Вознений Возможностей Количества Оружия Просто Непомерное Количество Оружия Для Стелл Секшена Сколько То Что враги В принципе Не предназначены Для этого Оружия Ты приходишь На базу Там стоят Тупоголовые Советские Солдатики Которые Очень плохо Разговаривают Причем Даже На своем Собственном Языке Очередной Раз Смущает Вознений Не только Русские Базы То есть Они Я чувствую Пройдутся И по Другим Государствам Ну да То что Солдатики Горят На ломаном Русском Это ладно Но они Слепые Они Глухие Они Вот Ты Вот С меня Там Начало Демонстрации Вот он Все высаживается Выбылся Нападка Оружие И вот Он там На дюне И спускается Там Стоит Два Патруль Где-то Вот В метрах Ста Наверное В пустыне Где Человек В зеленом Камуфляже Светится Как новогодняя Ёлка И они Стоят И он Бежит К ним Где-то Секунд Тридцать Бежит И они Ничего Не видят А что Стоят Возле Ворот Они Просто Выпили Паленой Водки И забыли Свою Балалайку Поэтому Плохо Видят Умности Игровые Такие Всегда Есть Но Обычно Как-то Их Пытаются Замазать Мол Действие Происходит Ночью Например То есть Ну Вот Как-то Сгладить Вот эту Шероховатость Понятно Что Там Противник Не всевидич Особенно В компьютерных Играх Видео Играх Понятно Что всегда Есть Такие Допущения Но Тут Среди Белого Дня Чувак В зеленом Кавуфляже Несется С собакой Шумно То есть Он бежит Кстати Да То есть Когда нам Показывали Граундзирус Обращали Внимание Что сейчас Огромное Значение Имеет Освещение Что нужно Оставаться В тени Иначе Вас заметят И показывали Как он Долго И упорно Ползет По мокрым Камням Для того Чтобы подобраться К воротам Базу Помните Эту демонстрацию Сейчас Внезапно Оказывается Что можно Спокойно Подкатить На джипе Выйти Сбежать Вниз Натравить Собаку На одного Кулаком Оглушить Другого В общем То Вот такой Сейчас Современный Стелс Это вообще С собакой Тоже Классная Идея С помощником Ну вообще С помощниками Отличная Идея Я же не говорю Что плохие Идеи Дело в том Что в игре Много Классных Идеи Богатый Арсенал Оружия Это плохо Нет Это хорошо Тем более Когда столько Всяких Возможностей По его Усовершенствования Еще и поиск Этого оружия Есть Надо находить Может секреты Будут Интересные Есть Четыре Разных Помощника У каждого Свои способности Причем Этих Помощников Можно Как-то Апгрейдить Можно играть Насколько я понял Даже не за Снэйка За кого-то Другого У них у всех Разные способности У персонажей Соответственно Да Экшен Но с другой стороны Мы в этом Экшене Имеем Очень Одинаковых Врагов Которые Вообще Не знают Что им Противопоставить Вот этому Че Супермену У которого Ну в загашнике Все что угодно Причем Он может Вот так По щелчку пальца Вызвать Вертолет С драконами Ну с этими Пулеметами Для того Чтобы уничтожить Все вообще Вокруг Я просто По демонстрации Я смотрел Я не увидел Ни одного Ни челленджа То есть Не увидел Ни одного испытания Серьезного Я увидел Очень однообразный Игровой процесс И высосанный Из пальца Развлечения То есть Именно когда Формат Развлеки меня сам Вот достигает Абагея То есть Для того Чтобы что-то Произошло Нужно Подойти Буквально Вот к советскому Солдату Стукнуть его По макушке Кулаком И сказать Давай подеремся Ну и тогда Да Тогда начинается Бой Танки Все это Но от этой битвы Это можно спокойно Удрать В ней можно Не принимать участие И зачем Все это Не знаю Вот у меня Как бы претензия Если бы это был ТПС Классический В открытом мире Что-то типа Far Cry Только от третьего лица Скажем так То претензий Было бы В разы меньше А это Не совсем ТПС Ну я говорю Что это Far Cry Это как бы Шутер от первого лица Но я же говорю Условно Это был бы такой Far Cry Третьего лица То есть Как он сейчас Примерно И позиционирует То есть Кстати Кстати Где Где все эти люди Которые недавно Ругали Палаут четвертый За графику Где они Вот презентация Вот этого Вот Металгира Я увидел В принципе Достаточно унылый В графике На ПС-4 Телатсиль У меня есть Отмазка Это кроссген А еще Это Квайт То есть Можно там По крайней мере Вот о чем Они подумали Хорошо И вот японцы Умеют это Вот выпячивают То есть Главные модели Героев У них всегда Очень круто Смотрятся Окружение Может страдать Но главные модели У них проработано хорошо Интерьеры там Караул Да Поэтому в одной игре Графика классная А в другой Графика плохая Да Хотя в одной игре Мир проработан Просто замечательно Прорисован Да Персонажек деревянный А в другой Ну хотя двигаются В Металгире Тоже не очень Я бы не сказал Что естественно Я бы не сказал Что очень Ну в принципе Анимация страшненькая Там деталей мало Тайм Тане показывали Таймлапс Он откровенно Так себе Я бы даже сказал Что по личным Впечатлениям Ощутимо Хуже GTA 5 Я бы даже сказал На несколько Порядков В целом Мне Демонстрация Metal Gear Solid 5 Напомнила Assassin's Creed Unity Или Assassin's Creed 1 Где были Миссии В которых Герой Должен был Убить цель При этом Цель Он мог убить Как угодно Цель находилась В такой Мини песочнице Собственно Аналогичное Мы можем Наблюдать В Metal Gear Solid 5 Проблема Только в том Что Ты Как Я В частности В Unity Почему И ругал Что эти миссии Однообразные И примитивные Ты идешь По пути Наименьшего Сопротивления Этот путь Очень легко Обнаружить По нему Очень легко Пройти Для прохождения По нему Достаточно Использовать Один Два Приема Иногда Больше Чаще Именно Столько Соответственно Все остальные Возможности Большие Возможности Они Остаются Бесполезны Получается Как я Собственно Говорил Про Fallout Кучка Элементов Здесь Кучка элементов Здесь Кучка элементов Здесь Как вместе Работает Непонятно Ну В случае с Fallout Непонятно В случае с Metal Gear На основании Демонстрации Можно говорить О том Что Мы имеем Песочницу От Ubisoft Первой волны То есть Я бы это сравнил С условным Far Cry 2 Возможно С Prince То есть Однообразно При этом Вроде как Возможностей Много При этом Сам Игровой Процесс Достаточно Монотон Опять же На основании Продемонстрированных Роликов Очень хорошо Заметно Что основную Цель Задачу Можно выполнить Совершенно Не напрягаясь Возможно Дальше То есть Она перед тобой Просто вот Видна Эта задача Ты можешь Ее просто Сразу С пригорка Снять Эту цель И спокойненько Развернуться Все Миссия Выполнена Ну или Не особо Напрягаясь Забраться И его Отфултонить Собственно Фултон Бьет По атмосфере Происходящего Сер Как сер По яйцам Это Караул То есть Я не против Игровых условностей Я ничего против Не имею Но когда Простите Вроде как В стелс-экшене Собаки И люди С криком Улетают Вверх И вроде как Прилетают На базу Да То есть Что это То есть Что это И при этом И при этом Почти всех Эти Карлсоны Как-то Не особо Волнуют То есть Там Фултон 1 Заметили Как-то Там было В демонстрации Что Фултон Заметили Но это Какое-то Такое ощущение Что чуть ли не По скрипту Было сделано Знаешь Еще Вот это Мне не очень Понравилось Знаешь Вот этот Реализм В стелсе Как бы вообще Стелс Это наверное Самый условный Такой жанр В играх Когда нужно Действительно Много условностей Чтобы было Интересно играть А тут Получается Они Сделали Что Фултон Увидят Но Они же еще И орут Там как резанные Когда улетают Их никто не слышит Потом Когда он бегал На роботе Робот этот Шумит наверное За километр Как он бегает Никто не слышит Понимаешь То что в долине Никто не слышит Это одно дело Не так оно как бы И близко Он на шипе Там подъехал На базу Ну то есть Оно как бы Реализм Но в итоге Как бы А собственно На атмосферу Это тот же Справедливости ради В том же Фар Край Третьем четвертом На блокпостах Тебя тоже Не за 100 метров Замечали С другой стороны Это не стелс Вот как бы Фар Край Не совсем Ну почему Там вполне себе Крутой Только вот Если возвращаясь К стелсу Это самое Стелс Фар Край Он быстрый Яростный И очень эффектный И там Куча именно Приемов Построенных На том Чтобы быстро И бесшумно Убивать Толпу врагов То есть Если ты там Прокачал Стелс Ветку себе То главный Герой Превращается В такого Терминатора Вот Он одного Пронзает Кидает во второго Метательным ножиком У третьего Выхватывает Чуку из гранаты Пинает его в толпу Они взрываются При этом он Прыгает Ниндзи От одного Врага К другому И всем Режет глотки Там Красивый Экшен Фаркраи Красивый Он стильный Смотрит Быстрый Яростный И эффектный А здесь Он знаешь Вот эти Вот движения Как он Вырубает Врагов В стиле Не знаю Пьяного кролика Вот Окей То есть Это выглядит Со стороны Настолько Настолько же Смешно Насколько И убого Ну и в целом По метал гиру Для меня Лично Я как человек Который прошел Все метал гиры До этого Более Ну даже Айсид по-моему Проходил Не знаю зачем Вот Странный проект Достаточно То есть Для меня Основные части Метал гира Номерные Вот Это сюжет Великолепный сюжет Где Кодима Показательно Это самое Играет С тобой Как со зрителем Он вот Такую напыщенную Драму вытягивает При этом Как только-только Начинаешь об этом думать Ты понимаешь Господи Какой это Моразм И хочется Смеяться С этого То есть Он На самом деле В этом плане Действительно Великий человек Он умеет Играть Показательно Играть с тобой Как со зрителем И тебе Вот эта Показательная игра Нравится То есть Он вот именно Издевается Над реальностью Над Странным Смыслом И тебе Это нравится То есть Он уникальный В этом плане Рассказчик А по поводу МГС 5 Так про сюжет Ничего не известно В том-то и дело Вот Второй еще один момент За 40 минут презентации 40 минут презентации И одной сюжетной сцене Там же есть превьюхи Это самое По которым Из которых следуют Там люди Поигравшие По 15 часов Что сюжета в игре Сгулькину кочерыжку А немало Моментов Подано Через Кассеты Какие-то Такие Аудиозаписы Еще один момент Для себя Я бы отметил Это боссы Для меня МГС Это всегда Боссы Для меня Это там Не знаю Уровень Зельды Метроида Вот именно Вот игры Где Когда называют Название серии У меня В том числе Ассоциация Ух ты Так это же Одни из самых Офигительных Боссов Такой Босс Битва Райдена С Солидусом И так далее Вот И тому подобное В принципе Даже сейчас Если напрягусь Возможно Каких-то боссов Но немало Боссов Из всех Металгеров Вспомню Они красавцы Они во-первых Красавцы Во-вторых Каждый что-то Олицетворяет собой Там же не просто так Особенно в четвертой части Когда они начали Воскрешать Старых боссов Понемножку Потом Вернули Да Известных боссов Потом вели Вот этих вот Красавиц Четырех В качестве новых боссов Очень интересно Было сделано Мне Честно говоря Вот в четвертом Если бы не было боссов Эта игра бы потеряла Сразу половину Всей своей привлекательности Потому что Если бы и в первом Во втором Во втором Сражения с ними Да Всегда были Даже такие вот Догадаться Как убить А потом уже Уничтожить босса Я же говорю Зельда Метро Не просто так Сравнение возникает Вот Здесь Да Нас заставляют Просто путешествовать От одного блокпоста К другому Выполнять очевидные Простые действия Уничтожать Никому Просто Металгир Он всегда был Ну я бы не сказал Линейным Да Потому что он больше Такой В мини Песочнице Действия Всегда происходило Но опять же Прятаться Прятаться И уничтожать Врагов Всегда было Интересно Это было Испытание Здесь И это испытание Превратилось Просто в ничто Я может быть Надеюсь что В лесах В этих джунглях Когда вот уже Удут из Азбагнистана Да Сюжет Перемкнет туда Что там будут Более Интересные Враги Может быть Киберниндии Какие нибудь Суперзомби И так далее Ну против которых Будет интересно Сражаться Потому что Я уже посмотрел Я понял что Это не стелс Ни капли Это боевик Вот А для боевика Нужны именно Такие твари С которыми Было бы интересно Воевать А не просто Там их Обманывать Тыкать Кулаком По голове И отправлять В стратосферу И дисхонор Это боевик Так у них И боевая часть Неплохая Такой достаточно Примитивный Шутик С войной За укрытие И стелсовая часть Очень оригинальная Скоростная Есть у меня Основная претензия Что здесь стелс Он пытается Быть классическим Он такой Медленный Опять С ползанием На карачках По 30-40 минут С ползанием На карачках И враги Все равно Они такие Ну у тебя Настолько большая территория Что ты их можешь Обойти Вокруг Их раза два Они тебя не заметят Обычно как стелс Даже самые примитивные Враги ходят туда-сюда Патрулируют Ты за их спиной Там Пока они отвернулись Проходишь Вспоминая по поводу стелса Стелс же Он Всегда Очень в четких рамках Тебя загоняет Даже если мы Примем в Far Cry Третий Четвертый Там многие Миссии Они именно построены На четких условиях Что ты там В какую-то базу Пробираешься Охраняемую Ну именно Хорошо охраняемую А цель Не просто ходит По округе А где-то сидит Там Спряталась Даже в Assassin's Creed Unity Цели обычно От тебя там Прячутся Хорошенько Вот Здесь Я надеюсь Что это начало Но опять же Геймплей Меня не очень вдохновляет Опять же Да Все-таки Сейчас Стелс-экшены Ну или Приключенческие боевики Они Ускорились То есть Основной Вот мы Deus Ex Обсуждали Humankind Divided Там же Одно из основных То что нам всем понравилось То что он быстрее стал Эффектнее Более Динамичнее То есть Сейчас Основная идея Это стелс Становится Динамичнее Быстрее Вот И при этом Сохраняются именно Эффектные рамки Условия Грамотно Выстроенные испытания А тут я же говорю Песочница от Ubisoft Вот вам Один элемент Вот второй элемент Вот третий элемент Да Контента Кучи Но эти кучи Вот стоят отдельно Между этими кучами Бродит Снэйк В поисках Это самое Развлечение Ну вот еще так Хотелось бы сказать Если вы уже говорите О классическом стелсе Таком вот самом Классическом варианте То Обычно в стелсах Как бы герой Он ничего не может В открытом противостоянии Ну вернее Может минимум Максимум Обратно скрыться Да То есть А тут получается Что если тебя даже заметили Ты просто как Старый добрый Команда в фильме С гранатами Блин Совсем наперевес Уничтожаешь Команда Рэмбо 2 Рэмбо 3 Рэмбо 2 Да-да-да Именно так Просто всех С двумя автоматами Наперевес Уничтожаешь Прыгаешь в робота Расстреливаешь все И как бы И вот тебе Ну да Тебе дадут меньше денег Ну и что Как бы Ну Миссия выполнена Выполнена Все окей Можно в другой миссии Пофармить будет Понимаете Я просто посмотрел Что это вот Там же есть сюжетные миссии Есть сайдмиссии Соответственно Этих сайдмиссий Очень много И можешь Елозить на своем джипе Поэтому Афганистану Сколько хочешь Добывая Все эти чертежи Воруя турели Джипы Солдат Вот эту фишку Она конечно Забавно Смотрите Когда он Солдат Этих Телепортирует К себе На базу Много таких Вопиющих Моментов Которые Очень так Выбиваются Из базовой Скажем так Атмосферы Из какой-то Из каких-то Базовых Правил Ну Базовых Правил Мира Что ли Наверное Так Можно сказать Да Плюс еще Стоит вспомнить Вот эти трейлеры Сюжетные Которые Уже много Срежиссированные Кодзимы Показывают Фанаты там Сердечко у фанатов Терепещатся Когда они Там музыку Слышат Нарезку Там все такие Серьезные Там все такие Брутальные Там все такая Трагедия Там эмоции Хлещут через край Смотришь на саму Игру Ну блин Клоуна Да От начала До конца Ну Как-то Вот этот Диссонанс При этом Нету Великолепного Сатирического Сюжета Да Если в МГСах Предыдущих Там же Ну такой Степ Знаешь Он не выпирал Там он Тонкий Тоньше Интереснее Веселее Ну вот Здесь Ну просто Вот это Ха-ха Посмотрите Рожачно Ну да Типа О Фултон Зацени Единственная Которая мне шутка Понравилась Это собственно Шапка и петуха Ну Вообще Прикольная идея Что если ты провалишь Миссию Там по-моему Три или пять раз подряд Тебе выдают Эту шапку Ты в ней Как бы Невидимый Короче Бессмертный Но тебе не дают За это очков Вообще Никаких Ну и ты вот Проходишь шапку Петухом Неудачненько Ну Это кстати Еще одно доказательство Что игру Типа делают Пытаются Точить под всех Попутно Фактически Выдывая Бессмертие Я так понимаю Да Да С этой шапкой Ну ты конечно Супер по-дурацки Выглядишь Но Для тех Кто хочет Просто посмотреть И будет Шапка Ну у японцев Скажем прямо Вот В частности У Академы Нет опыта игры В открытом мире То есть А в то время как Европейские студии Собаку съели Поэтому Когда европейцы Объявляют Ну или американцы Объявляют Что они делают Что-нибудь Типа там Мадмакса Да Становится интересно Когда Внезапно говоря Что Кодзима делает Металгир Металгир В открытом мире Становится напряженной Чем больше демонстрации Проводится Тем напряженнее Становится ситуация Вот А что касается Мадмакса Да Вот показали нам Небольшой игровой процесс До этого Трейлеры Достаточно стильные были Сейчас показали Игровой процесс Так игровой процесс Отличный Ядреный Быстрый Веселый Главное что Много именно На машинке ездит Это меня больше Поразовало Каркомбат Именно Такое Пинание Машинок Друг с другом Обмены Выстрелами Ударами Какими-то Есть Крюк С помощью которого Можно быстро Прицепиться То есть Именно Как уже Горелия На скорость Все настроено Людям Скучно Просто Куда-то Ехать Чтобы ждать Времени Пока ты Кого-нибудь Врежешься Крюк Есть Бац Сблизился Бац Ударил Бац Расстрелял Бац Еще один Противник Секретики Апгрейды Все это Катится И все это Нужно Для того Чтобы улучшить Свою тачку Превратить В супер Купер Монстра Я надеюсь В этой игре Можно будет Собрать себе Потом Монстр Трак С шипами Во всех сторон С лезвиями Надеюсь Контентом Ребята не подведут С количеством Хотелось бы Побольше Все же Ну Контента Посмотрим Что там будет Честно говоря Демонстрация Медмакса Мне понравилась Намного больше Чем демонстрация Металгера Потому что в Медмаксе Я по крайней мере понял Что я буду делать И мне Понравилось То что я буду делать В Металгере Я увидел Много возможностей Того что Можно было бы сделать Но делать это Нет никакого желания Потому что Это не надо делать Если можно Пройти просто Вот буквально Чуть ли через все поле Спокойно подойти К жертве Прицепить к ней Воздушный шарик И куда-то там отправить Кстати На Е3 Все таки была Состоялась Демонстрация Rise of the Tomb Raider Ее почему-то Square Enix Ну в общем-то Как Deus Ex Mankind Divided Ты решила Не показывать Я не понимаю Неужели Не совсем Ну Пресс-конференция Это то К чему приковано Внимание Это то Что люди Фанаты Смотрят онлайн Это то Что получает Наибольшее количество Просмотров Вместо того Чтобы показать Все вот эти Прохождения У себя на пресс-конференции Чтобы сделать Все более динамично Интересной Они это все Проводят В закрытых Каких-то Помещения Deus Ex Восхитительно Зачем Это скрывать Я не знаю Tomb Raider Показали Так тоже Хорошо Я бы не сказал Что революция Не сказал бы Что что-то Изменилось Так радикально Относительно На первой части Ну хорошо Сделано Да На самом деле Интересно И стелс Хорошо построен И вот Ларка Которая Карабкается По деревням Скачет с ветки На ветку Да Она очень Напоминает Сейчас Ассасина Вот этого Третьего Там тоже Была похожая Фишка Но тоже Интересно И открытые Пространства С графоном Да Вот как В Uncharted 4 Было Когда там Не подходят На ступеньку Там На парапет Посмотри Мол Город перед тобой Раскрывается Здесь тоже Есть похожая Сцена Да То есть Можно было Выйти От сцены Зачем Они проводили Вот этот Вот трейлер Где в общем-то Ничего не понятно Очередной Бум-бум-бам И шлепание Со скалы В общем Нужно было Это у них Показывать Однозначно Майкрософт Почему-то На своей Пресс-конференции Не показали Какую работу Титаническую Не проделали Над Гирсом В Ultimate Edition То есть Они же Перерисовали Всю игру Практически Они там Не перерисовали Они именно Движок Там сильно Допилили Нет Они перерисовали Они все модели Обновили Все переделали Сделали игру Намного ярче Ну именно Цветнее То есть Нет вот Таких вот Тусклых красок Мультиплеер Превратили Изменили То есть Они довели его До стандарта В Gears of War 3 То есть Добавили Те же самые режимы Добавили Разукрашенные пушки Всякие шкурки Ну для того Чтобы было Что там Раскрывать Открывать Она смотрится Ну как Новая игра И почему У себя На пресс-конференции Нельзя было Сказать сразу Что Gears of War Ultimate Edition Выйдет не только На Xbox One Но и на PC Вот это я не понимаю Это же такая Классная новость Почему фанаты Sony Сразу начали Так показывать Знаете Пальцем На фанатов Microsoft А точнее Xbox Да фанатов Xbox И говорят Ха-ха Минус эксклюзив Какая разница Где вы поиграете Консоли И PC Не конкуренты Друг другу Это скажем Разная аудитория Кто хочет играть На консоли Ну Как бы Компьютеры есть Практически у всех Ну Тем более Понимаешь Microsoft еще во время 360-го Постепенно начала Понимать В том числе С развитием Стима Что Чисто PC рынки Она на себя Не перетянет Что Xbox 360 И в принципе Консоли Xbox Там особо Делать-то и нечего Вот Что Отечественный рынок Российский рынок Имеет такое же Значение для Microsoft Как я не знаю Рынок Ну Ниже наверное Только по Плай И новой Гвине Наверное Вот Потому что Ну блин Изначально Это рынок Понятное дело Мизерные продажи Да Сравнимые с Японией Возможно Понимаешь Сейчас Япония Да Сейчас Япония Где там Xbox Он может меньше Там На порядков 5 Не знаю Сколько Xbox Там 40 50 Продается Я думаю В неделю Может больше Может меньше То есть Они прекрасно понимают Что на определенные рынки Xbox Он Что называется Мертв по прибытию А на американском рынке Ну Для них на самом деле Это может и не является Как я уже как-то говорил Они возможно оставят На Xbox Как набор Каких-то эксклюзивов Типа там Halo или Forza И все А остальные проекты Эксклюзивы Второго порядка значимости Получат Консольный статус И спокойно будут продаваться На обоих платформах Все равно человек Который не хочет покупать консоль Он ее не купит Пусть заработаем с него На Ultimate Edition Или там еще На каком-нибудь Своем крупном проекте Нет Так смотри Они выпускают Gears of War Ultimate Edition Они выпускают Killer Instinct Правда Они не сказали В каком виде это будет Чем больше Платформа Охватит твоя игра Тем лучше Для тебя PC Это скажем так Не конкурент То есть Они уже пробовали Из хала Там перетаскивать Еще какие-то проекты Пробовали портировать Не получается Да То есть Ну не приходят люди Почему-то По какой-то причине Почему Потому что у них Есть чем заняться И без этого дела Соответственно Что остается Steam Отличная платформа Давайте мне выпускать Все остальные игры Которые есть И в принципе Мне очень нравится Эта политика Когда они И Halo Вот эти Аркадные шутеры Twin Stick Выпускают Очень хорошо Получается Они выпускают Стратежки Вот эти ремейки А сейчас уже Пойдут Более серьезные ремейки И Halo Online Опять же Разрабатывается Для PC В принципе Мне такая политика Очень нравится И ты Миша правильно Кстати В своей статье Отмечал Что и Sony Придерживается Тоже самой политики То есть Она не рассматривает PC в качестве Конкурента И спокойно Относится к тому Если эксклюзивы Приобретают Скажем так Консольный статус То есть Они выходят Только на одной из консолей И на PC Это уже тогда Считается все равно Эксклюзив Ну Вот они как бы Обе компании Не рассматривают PC в качестве Конкурента И при этом Выпускают На ней Консольные Эксклюзивы Ну а пользователям PC На мой взгляд От этого только лучше По крайней мере Страдать они точно Не будут Не ну Конечно На PC Можно продать Неплохо Сейчас Отлично Продаются Опять же Как я уже говорил Есть рынки Где пока В принципе Плотно сидит И как-то Ну а Хотя тут можно еще Вспомнить Я правда не знаю Как это будет В дальнейшем Может они это самое Под Китай Таким образом Копают В Китае Там стартовали Консоли Да Стартовали Об успехах Что-то не слышно Пока Вот А PC Там очень плотно сидит И кстати Возможно поэтому Они сейчас На пресс-конференции Xbox Они анонсировали Очень такие Привлекательные Выживания Игры на выживание Да у себя Которые так любят PC аудиторию Ну По поводу Sony Они вот Они начинают Так уж Сильно издалека То есть Ну Microsoft Понятно Им надо У них Windows Надо тоже Как-то продвинуть Показать Что они еще Верят в PC Вот А Sony Так совсем Издалека Начинает Но Шаги То заметно То есть Тот же No Man's Sky Который они Пихают Куда Куда Только Можно Street Fighter 5 Для меня Вообще Шоком Был Ну Street Fighter 5 Да Кстати Пожалуйста То есть Вместо PC В качестве Приоритетной Платформы Ну то есть PlayStation 4 И PC Это последнее Что я ожидал Услышать Знаешь Виталик Мы еще не знаем Относительно Какой платформы Временная Эксклюзивность У PS4 Ремейка Final Fantasy Да Можно тоже Будет PC И PS4 Это уже Есть такие Подозрения В моем случае Они не против Чтобы Кикстартерный Shenmue Выходил На PC Кстати Они сами Частично Финансируют Но с другой стороны Могли бы пойти На принцип То есть Запросто То есть Понимаешь Она пока Вот только Издали То есть Там в моментах Где можно Пойти на принцип Ну уже Совсем До конца Она на этот Принцип Не идет И это Такой вот Первый шажок Очень маленький Но Достаточно Интересный Шажок В этом направлении Чем Черт не шутит Посмотрим Что там будет дальше В любом случае Это да Это видно Движение Просто да Просто многие Поняли Что В определенную Часть аудитории ПК аудитории Победить нельзя Ну нельзя Так нельзя Окей Не может победить Возглавь Как говорится И кстати Насчет Microsoft Мне понравилось То что Она понемножку Перетягивает На себя Статус Корпорации Добра Если в начале Поколения Их решений Их идеи Были Ну просто За гранью Волосы На голове Дыбом Вставали Да От того Что они Собирались Запретить Для того Чтобы превратить Свою консоль Ну просто В закрытую Платформу Ну Никуда Не влезешь Ничего Не перепродаш Потом Все То сейчас Сейчас они Собираются Вернуть На Xbox One Ну не вернуть Да Сделать На Xbox One Обратную совместимость С играми Для Xbox 360 Решение великолепное Библиотека Пока маленькая Будет расширяться Запустится Ближе к концу Этого года Супер Это решение Очень Очень Приняли Магазины Ритейловые Типа Геймстопа То есть Они Просто таки Вославили Решение Microsoft Потому что Это во первых Подхлестнет продажи Игр для Xbox 360 Которые без того Залежались Во вторых Фанаты Смогут Наконец-то Ну Выбросить С полок Xbox 360 Потому что И оставить Себе библиотеку Игр Чтобы спокойно В нее играть На Xbox One Тоже очень приятно Потому что Никому я думаю Не нравится Захламлять Себе помещение Лишней электроникой Которая Ну будет просто Стоять пылиться И в общем-то В ней делать Ничего не нужно И Они анонсировали Microsoft Ранний доступ К играм То есть Пока не ко всем Да То есть Можно будет Принимать участие То есть Покупать Нет Даже не покупать Они Это в стиме Нужно покупать Ранний доступ Вот А здесь Можно даже не покупать Будут реальчики Такие То есть Можно попробовать Игру Которая Находится В раннем доступе Нравится Не нравится Да Купить Не купить И уже В недоделанный Продукт Играть Собственно Решение На PC Пользуется Большим успехом И не сказать Что пользователи Сильно Жалуются Да Сколько там Дайзета Продано Непомерно Хотя до релиза Еще И сколько Недавно Появился Остров выживания С динозаврами Арк Игра Которая тоже Пользуется Сумасшедшей Популярностью У людей Им очень Эта идея Понравилась В общем Осталось Что Только Чтобы Можно было Возвращать Деньги За Купленные В онлайне Игры И все Вот И Microsoft Окончательно Превратится В такой Маленький Филиал Как бы перенести Самый Скажем так Популярный Фри-то-плей На Xbox One То что тоже Уже делается Постепенно Показывает практика Это как раз таки Не особо Имеет какой-то смысл Я что-то не слышал Ни от одной Фри-то-плейной Компании Даже Винтер Публиковала Что уже Миллион пользователей На Xbox One Это Это фигня полная Когда они опубликуют Что они получили Столько денег Что PC Им особо и не надо Или Деньги сравнимые С PC Вот тогда Мы о чем-то Поговорим А то что Фри-то-плей Скачали миллион Пользователей Потыкать Это не показать Ну естественно Вообще Вообще не показать То есть вот Когда начнутся отчеты Что типа да Консоли нам приносят Сравнимую прибыль Да там PC Даже где-то Отстает До этого пока еще рано Но знаешь Пока что ты туда Не перенесешь Отчетов-то не будет В том-то все и дело В том-то и дело Что почву они прощупывают Но судя по всему Как-то без особого успеха То есть Консоли Это все-таки Такие платформы Для крупных проектов А в PC Это для Фри-то-плей Там Мультиплатформа Там такая Группа поддержки Достаточно крепенькая Группа поддержки Но все равно Вторичная Вот Поэтому Им остается Да Только рефанды Вернуть Сделать Дело в том Что консоли Это такие платформы С ограниченным циклом жизни То есть Они живут пять лет После этого Консоль умирает Будет обратная совместимость С последующим поколением Большой вопрос Соответственно Это не платформа Для таких Долгоиграющих проектов Которым привыкли PC пользователей Что касается Еще интересных новостей Давайте отвлечемся Касательно Sony Нашей Любимой компании Почему-то Она не похвалилась По поводу PSNOW сервиса Который был запущен В Америке Сервис трансляции Игр Но нам Про достижения Про популярность Сколько денег Они заработали Ничего сказано Не было Постеснялись Не знаю Запустят сервис Европе Неизвестно Gamescom Они пропускают Соответственно Где еще Делать анонс По поводу запуска В Европе Не понять Будет ли этот сервис Развиваться дальше Тоже под большим вопросом Хотя поначалу Позиционировали Как Именно как Компенсацию Обратной совместимости То есть Несмотря на то Что у нас нет Обратной совместимости Вы можете Поиграть В старенькие игры На своей платформе Ну Как До нас Это я так понимаю Не скоро Дойдет Может быть Под конец жизни PlayStation 4 Ну да За сколько-нибудь Долларов Месяц Ну да Ну да Потом Drive Club PlayStation Plus Версия Нам тоже так и не сказали Когда она будет У Sony На пресс-конференции Вот тот вот удар Который они нанесли Майкрософт Был связан с тем Что они переманили Аудиторию Большую Call of Duty То есть То что Когда они анонсировали Что Все Ранние DLC Будут Раньше всех Будут выходить На PlayStation 4 Ну на платформе PlayStation А не на Xbox Да Теперь Это Call of Duty Является Ну скажем так Переезжает Жить на платформу PlayStation Я смотрел Несколько стримов Которые там Фанаты Call of Duty Ведут И все были Очень сильно Озадачены И огорчены Таким решением Сказали Ну придется Покупать PlayStation 4 Да Соответственно Аудитория Microsoft Может потерять Огромный кусок Ну да Это известный факт Там в интернете Бомбануло У многих Там чуть ли не Не знаю Насчет петиции Но многие Это самое Пользователи Обращались К Microsoft С требованием Дать им DLC Это самое Верните все Взад Да Верните нам Наши DLC Эксклюзивные Многие этим Недовольны Так мы Не привыкли к этому Я давно говорил Что вот эта Вот политика Типа там Выкупание Эксклюзивные DLC Ранний доступ К DLC Это только Во вред Идет он Разжигание Войны То есть Откуда берутся Все эти Билли Бои Да Сони Бои Ну вот Откуда берутся Все эти Воины Платформодержатели С удовольствием Бросают уголь В топку Вот этого Боевого огня То есть Они сами Выкупают Эксклюзивность Когда это Не надо Делать Где-то Делают Дурацкий Ранний доступ Когда это Тоже Не надо Делать То есть Ставят Одних Пользователей Ниже Других Другие Потом Опять Поднимаются Начинают Там Друг друга Показываясь Пальцами Ругаться Я был Не рад Когда На Xbox Ранний доступ Получались Это За месяц Люди Также Я не рад В общем То Что Сейчас Будут Покупать Получать Пользователи PlayStation Раньше Чем Пользоваться Xbox Это Фрагментирует Аудиторию Я согласен По итогу Не лучшим Образом Сказывается Ну В том числе И на сериале Может быть То есть Может Многие Кто сейчас Недоволен Перегорят И будут Играть В Hale И не париться Не Так Они могут Да Кстати Вот Hale В этом плане Вообще Является Шиком Такой Подарок Для всех Поклонников Мультиплеерных Куча Интересных Режимов Причем Режим Именно Предназначен Даже Как Для Такого Киберспорта Когда Единиц Одиночки Друг против Друга Войдют Так И для Людей Которые Предпочитают Массовые Зарубы Чтобы Не слишком Думать Проявление Способности Ну Вообще Чтобы Не думать Просто Побегать Просто Пострелять Это Хорошо Плюс Они же Собираются Все Будущие Мэппаки Отдавать С пользователем Бесплатно Представляете Какие гады Да Конечно Кстати Они даже По-моему Патроллили Создателей Call of Duty Или Всех Вообще Кто выпускает ДЛЦ Сказали Что они Не хотят Чтобы Аудитория Распадалась Фрагментировалась Типа Они еще Объявили Что будут Выделенные Сервера Под Кооп Если Память Не изменяет Об этом Мы давным Давно Говорили Что Если Ваш Мультиплеер Скажем Так Не Не шибко Популярен Ну А Здесь К Хэлла Вообще Не Относится Потому Что Очень Популярный Сериал Не Надо Продавать Дополнительно Карты Вы же Только Разделяете Вы Настройте Тех Людей Которые Вам Платят Против Себя Потому Что Когда Они Покупают Вот эти ДЛЦ И Потом Пытаются В этих ДЛЦ Кого Найти На Эти Эксклюзивных Картах Они Никого Не Находят И Все Понимаю Что Сделали Просто Бессмысленную Покупку И В это Время Ваша Аудитория Она Дробится То есть Особенно Когда Эти ДЛЦ Здесь Вот Эти Три Карты Здесь Вот Эти Три Карты Соответственно Аудитория Которая Купила Вот Этот Два Мэп А потом Аудитория Которая Купила Один Мэп И Так Далее Здесь Создатели Вол Малую Часть Аудитории Раздробить На кусочки На единицы Над Которые Там У них Останутся Стыдно Кстати По поводу Петиции По поводу Петиции Ладно Фанатов Xbox Понять Можно Но Также Я могу Понять Фанатов Metroid Prime Которые Написали Петицию В адрес Nintendo Для того Чтобы Та Прекратила Разработку Metroid Prime Federation Force Игру Для 3DS Nintendo 3DS Которая Вызвала Столько Боли Это Такая Гадость То есть Внешняя Гадость Это Не тот Metroid Prime Которого Ждали Фанаты Это Однозначно Я Понимаю И Понятна Их Боль Потому Что Они Не Хотят Видеть В коллекции Metroid Вот Эта Гадость Nintendo Она Не Чувствует Не Очень Тонко Чувствует Аудиторию Она Анонсировала Что Metroid Футбол И Кооперативный Боевик Надо Анонсировать Моба И Карточную Игру Да Нужно Быть В Трэнде Да Nintendo Не В Трэнде Мы Говорили Что Они Немного Отстают Нам Нужна Карточная Игра И Это Ну Вот Что То Так Ты Знаешь Фанаты Приняли Карточную Игру Мобу С Большим Удовольствием Они Не Приняли Вот Эту Гадость Зачем Зачем Делать Они Успехом Нет Они Приняли Потому Что Ну Зачем Это Надо Не Ну Фанаты Близзард Например Спокойно Приняли Heroes of the Storm Более Чем Спокойно Что Близзард При этом Не забывает Выпускать Например Старкрафт Не забывает Развивать Старкрафт И Диабло Не забывает Дополнениями Радовать Улучшать Его Пересматривать Понимаешь Близзард При этом Еще и Сопутствует Это Карточные Игры Это Сопутствующие Товары А здесь Нам Предлагается Что Метроида У нас Нет Возьмите Пожалуйста Federation Слушай Это Сколько Сколько Метроид Прайма Нет Много Еще Подви Выходил Я уже Не помню Нет Тре Сейчас Выходила Подви Ну да И все С тех пор Метроида Выходил Еще Этот Азм Так Средний Ну Это Мне понравилось Не всем Не По крайней Мере Это Был Метроид Понимаешь По крайней Мере Там Была Сам Усаран Там Были Узнаваемые Игровой Процесс В общем-то И способности На 3DS Метроид Хантерс Были Если Я ничего Не путаю На DS На Просто На DS На DS Я уже Я кстати Не помню Чтобы на 3DS Были Какие-то Метроиды Если Мне память Не изменяет Люди Истосковались Понимаешь Вот Кстати Это То же Самое Если Близзард Вместо Того Чтобы Анонсировать Диабло 3 Люди Ждали 10 лет Ждали Ну где же Ты Диабло Да Ребята Мы Диабло Шахматы Бля И Это Сам Только Вместо Да То есть Никакого Диабло 3 Не будет Мы Решили Сделать Диабло Шахматы Та-дам Да Нинденда Это Кстати Да Все фанаты Метроида Подписываем Не забываем Не Так Естественно Подписываем Должевая Писали Наверное Уже Не Ну что Касается Метроида Тут Я Подписал Тонкий Расчет Нинтендо Понятен Дело в том Что ребята Огорчились Тем что Вью Не продается Плохо продается Почему плохо продается Мы уже давно Объяснили Но она все Никак не понимала Тем не менее Сейчас все Разработки Насколько я понимаю Переключаются На консоль Нового поколения Так называемый NX Которую Реджи Проговорился Это все таки Домашняя консоль Да То есть Это не мобильная Платформа Соответственно Они собираются В 2016 году Выкатить конкурента Для Xbox One И PlayStation 4 Ой блин Здесь где-то Должна быть Картинка Поражены Вашей неудачей Да И сейчас Они Вот эти все Разработки Которые велись На Вью Ну не все То есть Кое-какие Они выпустят На Вью Вот Чтобы фанаты Уже совсем Не расстраивались А Я уверен Legend of Zelda Переключается Уже на NX И Metroid Prime Я надеюсь Разрабатывать Мне лично Очень интересен Fatal Frame Black Heart Maiden И Devil's Sword То есть Ничего получается Надеется Что в NX Будет обратная Совместимость Я надеюсь Что ее не будет Я надеюсь Что они перестанут Хвататься За эти костыли Что они просто Отрубят Чертовой матери Поддержку Второго экрана Поддержку Всех этих Вью Контроллеров Вот этих Вот С палочек Выручал И успешно Порывается Да не На самом деле У меня эти Вот Вью есть Но не было Ви И в итоге Как бы получается Хочешь поиграть Там в Марио Пати Ну набери себе Этих Накупи себе Контроллеров Разных Причем Обязательно Не одинаковых А в другой игре Купи два Про-контроллера А в третьей Купи это И как бы На этих Аксессуарах Постоянно Как-то не очень Но приятно Понимаешь На Вью На следующей платформе Вот этой Нэкс Не имеет смысла Делать обратной Совместимости Просто потому что Игр на Вью Вышло Очень мало И их в принципе Мало Которые хотелось бы Перенести Поиграть Да но более Менее Суть просто в том Что там второй экран Этот вообще не нужен В этих играх Нинтендо выпустит тебе Новый Марио Карт Нинтендо выпустит тебе Новый Супер Смэш Брос Мне не надо Фатал Фрейм Дэвил Сёрт И Байонетта 2 Дэвил Сёрт тебе зачем? Ну это Итагаки И что Итагаки делает Странные игры Он же Вот они мне Нравятся Мне Ниндигайд И на его нравятся Это конечно Шиза сумасшедшая И местами Садизм такой Дебильный Но Меня Итагаки Проекты Итагаки Всегда торкали И сказать Что я их Ушибленный фанатик Но местами Это игры Которые По некоторым Параметрам Не превзойдён Настолько мощную Крутейшую Боевую систему Как в НГ2 Я сходу И не назову Где-то Что касается Последних Таких вот Тенденций Которые можно Отметить На Е3 2015 Это Очень много Игр с женщинами Где главными Героинями Выступают Женщины Тут собственно Говоря И FIFA 16 Появили Женские сборные Всем известно В Assassin's Creed Синдикат Можно играть За женщину В Halo 5 В Halo 5 Появился Персонаж Женщина Да Не новость Для серианов Ну Fallout 4 Тоже Естественно В любой ролевой игре Рекор Да Рекор Можно играть Horizon Новая игра Да От Gorilla Games Дисхоноры 2 персонаж Женщина Ну Rise of the Tomb Raider Естественно Персонаж Женщина Нир Новая ролевая игра Опять женщина И Адрифт Такой маленький Инди проект В общем Феминистки Добиваются Своего 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 Понемножку Все Все В Call of Duty Будет один из Петра В Call of Duty Еще один из персонажей Будет женщина Куда деваться Ребята Что делать Ну я К счастью Рад Что по крайней мере В Doom Все будет хорошо И в Deus Ex По прежнему Адам Дженсен Будет выступать В главной роли По крайней мере Должен уже он За девочками бегать В брутальных Жестоких играх До сих пор Будут рулить парни Да В South Park По прежнему Четверка основная Все как надо Конечно Там все одинаково Выглядят Не важно Венди же нету В команде Да Хотя бы Да Даже ее нету А можно сделать Кстати А в предыдущем Можно было сделать девочку В South Park Нет Там был Югай Новичок Чему Да Да Только этот Он же в конце же говорил То есть Там в принципе Это самое Хотя могли это записать Женским голосом Там пара фраз Но все равно Да Так что на этом Мы и закончим На этой радостной ноте Надеюсь Было интересно С вами был Виталий Казунов Михаил Шкредов До свидания И Пан Антон Запольский До свидания До скорых встреч Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...